Приветствую вас, и по вашему описанию можно заключить, что ваша жизнь, она не совсем, скажем так, она не совсем полная, то есть вы испытываете неудовлетворенность этой жизни, вы испытываете недостаток эмоций, вы испытываете, по сути дела, острую нуждаемость в каких-то изменениях в своей жизни, но этих изменений не происходит, обычно человек приписывает людям те качества, которые он хотел бы видеть в себя, но по каким-то причинам он эти качества не смог в себе развить, и ему проще, легче эти качества вообразить у других людей для того, чтобы эти люди соответствовали его представлениям, то есть человек как бы разочаровывается изменить себя, человек разочаровывается в том, чтобы двигаться в том направлении, в котором он хочет, но при этом легко может обрисовать те нюансы, которые касаются других людей, потому что это просто. Соответственно, у вас есть внутренний конфликт. По моему мнению, конфликт связан с тем, что вы испытываете давление со стороны общества, со стороны окружающих вас людей. Значит, это давление не позволяет вам быть самой собой. Это давление заставляет вас быть той, кем вас хотят, вероятно, видеть. Той, кем вы считаете себя наиболее подходящей, адаптированной для общества, но не для себя. Соответственно, нужно определиться с тем, чего бы вы сами для себя хотели, чего бы вы сами для себя желали и стремиться к этому. Также, по возможности, желательно активизировать вашу специальную роль, то есть взаимодействие с окружающими вас людьми, но взаимодействие не какое-то обязательственное, а взаимодействие скорее свободное, непринужденное, независимое, что очень важно и равноправное. То есть это могут быть друзья, это могут быть партнеры, это может быть что-то еще. И обязательно активизировать личную жизнь, то есть чтобы вы как можно полнее себя реализовывали, чтобы как можно шире, значит, развивались, чтобы максимально получали необходимые вам эмоции и переживания. Тогда проблема исчезнет. А если имеются какие-то комплексы, то вы, вероятнее всего, не имея возможности опять-таки испытывать какие-то чувства, не имея возможности как-то думать, иметь какое-то мнение. А вы, значит, стараетесь придать эти качества другим людям, так вот, желательно понять, какие у вас есть блоки и эти блоки, собственно, устранить. Вы пишите, что, значит, стараетесь во всем разобраться сами. Дело в том, что это достаточно опасное занятие. Дело в том, что человек не может познавать себя. Единственное, что вы можете сделать, это вести собственный отсчет о себе, о своих ощущениях. Но вот грамотно проанализировать, что они знают, что эти ощущения у вас может не получиться. Поэтому хотя бы в режиме онлайн обязательно выберите эксперта и поработайте с ним над этой проблемой более глубинно. То есть, сначала, самый главный момент, в котором все это началось, вы пишите, что продолжается много лет, вот, в каком моменте это началось, вероятно, это следствие аффекта, следствие сильного эмоционального переживания. И, собственно, может быть, это как-то связано с каким-то человеком, с которым у вас были достаточно яркие, сильные эмоциональные совместные переживания, что и оставило у вас такой вот след, который вам, собственно говоря, как я понимаю, мешает. А далее, также очень важно понять, как это, как, вот то, что вы описываете, как это влияет на вашу жизнь, то есть, насколько это негативно влияет на вашу жизнь, насколько вы можете контролировать. То есть, если контроль вообще отсутствует, то вы как бы чувствуете себя в плину. То тут надо быть, тут очень серьезно и работать нужно в обязательном порядке. Соответственно, если это, знаете, как, ну, наподобие, когда человек просто устал в одну точку, да, и смотрит туда, он как бы и может в любой момент это состояние прерывать, но не прерывает там, если ему как бы это нравится. Если это вот в такой форме, то вам просто, можно, собственно говоря, время у нас тоже привести консультацию и лучше понять, откуда это, о каких потребностях это сигнализировать. Дело в том, что, так ведь, ваши подслуживания дает вам понять, что вам чего-то нужно, какие-то потребности, которые вы не удовлетворяете. И поиск путей удовлетворения этих потребностей, о которых свидетельствуют, о которых сигнализирует по изображению ваше сознание и подсознание, в большей степени подсознание даже, и является решением проблем. Ну, как я уже сказал, самостоятельно вы можете себе навредить. Конечно, что не отвечать вам, но именно так, по моему мнению, можно решить вашу проблему. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, я вам всегда помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи!